Здравствуйте, уважаемые зрители, в эфире политическое интервью. И сегодняшним моим гостем является экс-руководитель, председатель Одесского областного совета, известная в Одессе политика, не только в Одессе, в целом в нашей стране, Николай Владимирович Пундик. Николай Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, Миша. Добрый вечер, дорогие телезрители. Спасибо большое, что пришли в студию Медиа-Инфорума, тем более у нас повод, что называется, самый актуальный, это итоги избирательной кампании, уже можно подводить итоги, тем более был опытный человек, вы принимали участие не в одной избирательной кампании, и в том числе и в вот этой вот только что прошедшей избирательной кампании, хотя она еще не завершилась, поскольку не объявлен официальный результат Центральной избирательной комиссии. Николай Владимирович, у меня следующий будет к вам вопрос. Вот скажите, вот вы в целом разочарованы, либо обрадованы уровнем дискуссии, которая происходила во время выборов? Ну, тут надо разделить. Если мы говорим о дискуссии, о каких-то политической повестке, то я должен вам сказать, я ее вообще не услышу. Вот неких политических смыслов в избирательной кампании не было вообще. Я не уверен, что в этих выборах, местных выборах, она по большому счету и должна быть. Но, у нас сложилась определенная такая ситуация в стране, интересная. Доминирование одной политической силы на общем национальном уровне, услуг народа свой президент, свое монобольшинство в парламенте, и абсолютно не были до этого времени слуги, представленные в местных советах. В этот раз, ну вот, по итогам этих выборов, можно сказать, что слуги будут представлены везде. Да, не таким результатом, как они получили год назад, там, ну, чуть больше, чем год назад, они получили больше сорока процентов, насколько я помню, в выборах в Верховный Совет. Здесь будет гораздо скромнее результат, но, тем не менее, они будут представлены везде. Фактически, слуги нигде не выиграли областных городов, не выиграли таких значительных городов. Ну, у нас два города выиграли, это город Южный и город Измаил, но там мэры такие, там, понятно, опять же, это выборы, там выбирали людей. Это, там, у мэра, можно сказать, и своя партия, только они по-разному называются каждые выборы. Вот, слуги народа будут представлены во всех советах, хорошо это или плохо, посмотрим. Я думаю, что местные элиты на какое-то время пойдут на блокировку, на создание большинства вместе со слугами. Я думаю, что слуги возглавят некоторые, вот, вновь образованные районные советы, в больших городах, наверное, в некоторых больших городах слуги будут иметь такой пост, такую должность, как секретарь горсовета. Ну, вот мы по поводу слуги народа еще сегодня поговорим. Вот, смотрите, мне кажется, что вот эти выборы стали вот так, как бы таким ярким выражением того факта, что мы, в принципе, живем в такую эпоху постправды, когда правды одной не существует, у всех своя правда, экспертиза, как таковая, она девальвирована, и слова, значение слов, семантика слов, она тоже девальвирована. Посмотрите, у нас партии, не то, что даже они не носят никакого идеологического окраса, они друг у друга, простите, воруют слоганы, они ими бравируют, причем до конца не понимая. А у нас есть партии? Нет, но формально-то они у нас есть, если мы подходим с точки зрения такой догматической, да, то есть они у нас есть. Но, смотрите, Николай Ильич, условно, там, давайте так, вот 10 лет назад было понятно, вот есть партия региона, как не относится, есть там наша Украина, есть там под запретом находящаяся коммунистическая партия, вот тогда было понятно, кто за что выступает. Сейчас же, вот просто по барабану, вот лепят в программу все, что видят. Ну, с вами тяжело не согласиться, но местные выборы, вот эти местные выборы показали, что на сегодняшний день Украина вступила в фазу, я бы так это сказал, очень раннего средневековья, раннего среднего средневековья, это так называемое начало 13 века, времена Иоанна Безземельного, когда, действительно, Иоанн Безземельный, когда власть фактически имели бароны, местные бароны, вот и сейчас у нас наступает такое время, вот на местах победили. То есть, я так понимаю, что теперь, в соответствии с логикой исторического процесса, власть будет зафиксирована, то есть бароны получат реальную власть, да? Ну, в конечном итоге центральная власть должна быть... То есть, у барона будет своя великая хартия вольности, да? Совершенно верно, хартия вольности, и все равно, в каком она будет виде, да, но после хартии вольности, вспомните, чем это еще закончилось, это еще и закончилось внешним управлением, и на достаточно долгое время, если мы берем историю Англии, вот, поэтому все это очень непросто, и... Плохо это или хорошо? Скорее всего, что центральная власть не понимает, на какие грабли она наступила. Смотрите, Николай Денич, вот я, вот, со мной стороны, да, можно делать хорошими, но при плохой игре, и слуги могут говорить, что они теперь представлены в местных советах, еще год назад они имели только присоединиться в парламенте, но вот есть, знаете, вот такая первая победа, что называется, и моральный дух, безусловно, как мне кажется, и у президента, и у офиса, и у тех же слуг, он должен был упасть. Почему? Потому что слуги показали, вот как ни крути, резко хуже, резко худший результат по сравнению с парламентскими выборами, и когда еще два месяца назад все социсследования показывали, что поддержка президента нападает, ну, тут же начинали говорить, минуточку, но 35% поддержала Зеленского в первом туре, поддержала и сейчас только же, то сейчас, после этих выборов, уже официально признано, что президент теряет поддержку. Михаил, вы помните, примерно год назад мы с вами встречались, ну, только в другом эфире, и я говорил, что, ребята, вспомните мои слова, что на следующих выборах само словосочетание «новые лица», боюсь, как бы за него не били. Да. Вот на сегодняшний день это так и получилось, то есть абсолютно, абсолютное разочарование в новых лицах, а то, что вы говорите, да, тут можно говорить о том, что с одной стороны они могут заявлять, вот мы зашли в представленный во всех советах, но с точки зрения политической, с точки зрения информационной, конечно, слуги проиграют, но фактически, да, они будут иметь какие-то там советы. Смотрите, да, новые лица, вы правы, это, к сожалению, понятие себя дискредитировало, это идеалгема, она не работает, я думаю, что будет придумано какое-то новое идеалогема, скорее всего, уже вот по, знаете, вот по драматургии должна появиться какая-нибудь хунта, но дело не в этом. А вот, Николай Денич, смотрите, вот вы... Нет, вполне возможно, Семи боярщины. Вполне возможно, смотрите, Николай Денич, вот вы были когда-то в партии регионов, вот вы действительно представляли, скажем, интеллектуальное крыло партии регионов, и были люди достаточно интеллектуально сильные в этой партии, но я вам хочу сказать, что... Но не они определяли повестку. Да, но я вам хочу сказать, что если мы посмотрим на право преемников партии регионов, да, даже не называя эти политические силы, мы с вами видим, что там гениальных людей кот наплакал, да, вот честно скажу, интеллектуально развитых. Поэтому мне кажется, что те люди, которые себя как бы сейчас брендируют как профессионалов, это те же самые новые лица, абсолютно непрофессиональные, просто которые идут, как бы, вы знаете, по заветам Ильича. Ну, тем не менее, понимаете, избиратель отреагировал на это так, что вот при них было лучше. Не при них, при вас было лучше. Ну, не важно. При вас было лучше. Да, но мы же не говорим про какие-то личности, мы говорим об избирателе. И для избирателя все равно это вот те, которых там они называют, я не знаю, профессионалами. Слушай, Николай Ильич, вы, я знаю, любите театры, да, вы специально, вы объездили все театры, вы восхищаетесь культурой, читаете книги, покажите мне хоть одного вообще человека там вот в той команде, да, которые бы увлекались тем, чем увлекаетесь вы. Миш, ну, наверное, кто-то есть, я же не знаю так близко. Не слышал, не слышал. Я не знаю, Миш, не стоит так говорить, потому что, ну, мы не знаем людей. Я, например, знаю, ну, реально знаю, да, правда, он сейчас тоже немножко отошел, но один из вице-премьеров, ну, это на сегодняшний уровень Одессы. На уровне, да, есть, все равно есть. Мы не можем так с вами говорить, там, пожалуйста, из, доверяй делам, Сергей Рафаилович Гриневецкий, да, ну, с моей точки зрения. Ну, это, да, если в Одессе и были региональные политики, то Сергей Рафаилович Гриневецкий разве что. Ну, почему, там есть Анатолий Иванович Варахаев, тоже, по-моему, он тоже где-то куда-то проходит. Ну, все равно их очень мало, но, понимаете, ну, я... А таких людей не бывает много, на самом-то деле, понимаете? Таких людей на самом... Вот как оценили избиратели? Избиратели оценили, что нас устраивают нынешние мэры. И только те мэры, которым есть что показать на самом деле. Скажите, а вас удивила коалиция между Сергеем Рафаиловичем и Гриневецким? Я сразу скажу, что я очень уважаю, он у меня был в эфире, он очень грамотный и сильный человек, сильный политик. Удивила ли вас коалиция с Геннальем Ильичем Трухановым, предвыборная? Нет, абсолютно не удивила, потому что, ну, в данном случае, я повторяю, это можно расценивать как коалицию прагматичных людей. У Сергея Рафаиловича есть свои устремления, у Сергея Рафаиловича там все-таки надеяться на то, что задать некий новый импульс развития Одесской области, хотя, с моей точки зрения, понимаете, в нынешней политической и правовой ситуации областные советы превращаются, скорее всего, знаете, было такое земство. Вот в царской России земство, которое Владимир Ильич Ленин как-то дал определение, как пятое колесо в телеге российского самодержавия. Ну и земство было бы получено, они не удержали ситуацию после 2017 года. Да, конечно. Они тут же слились вместе с князем Львовым. Конечно. Ну я вот, я и сейчас не понимаю, то есть, когда вся страна, фактически вся страна поделена на ОТГ, роль областных советов, ну, наверное, Сергей Рафаилович, как более опытный человек, понимает, в чем их будет роль, я не совсем понимаю. Хорошо, Николай Денич, у меня вот к вам следующий вопрос. Вот вы до 2014 года, вы председатель областного света, достаточно авторитетный человек в партии регионов. Я вас помню, когда вот вы были в партии регионов, очень хорошо. Вот смотрите, вот есть монолитная партия региона, вроде вот как бы конструкция власти сложена. И вдруг 2014 год, да, Янукович убежал, да, вот случилась революция достоинства и прочее, прочее. Вот, а вот каким образом так случилось, что вот резко сменились политические элиты, причем такие мастодонты, как вы, они отошли на второй-третий план? Ну, вот действительно, мы стали просто-напросто мастодонтами, это правильно. Я вот как-то совершенно недавно тоже встречался со своими коллегами, и говорю, вы должны это понимать, что на сегодняшний день молодежь нас воспринимает как мастодонтов. В принципе, так себя надо и вести, мы ископаемые, и если мы владеем какой-то информацией или каким-то опытом, то наша задача только ею поделиться. А все остальное хочет делать молодежь, пусть делает. И как так получилось? Ну, значит, был запрос, значит... То есть он искусственно сдерживался просто? Да я не скажу вам, что искусственно сдерживался, просто власть, это присуще любой власти, она не способна очень быстро реагировать на новые вызовы. Николай Дмитриевич, вы понимали, вот мне никогда не задал этот вопрос, вы понимали, что Янукович близится к краху, и туда же и партия идет? Да, конечно. Вы чувствовали это? Конечно, причем начал это чувствовать после 2012 года. Ну, кстати, все, вы знаете, я слушал интервью Добкина, которую он давал Гордону, если не ошибаюсь, и он тоже отмечает, что после 2012 года совершенно поменялась ситуация. Совершенно. После парламентских выборов 2012 года, до этого я понимал какую-то, я видел, я хорошо себя чувствовал, я знал, мы день и ночь, мы не спали, мы работали, а вот после 2012 года я уже не спал из-за того, что, из-за осознания, что мы просто катимся в проб. То есть вы понимали, что это тупиковый путь? Безусловно. А вы сейчас понимаете, что путь нынешней власти, он точно тоже тупиковый? Да, конечно, понимаю. Ибо на сегодняшний день так сложилось, говорить о самостоятельном государстве Украина просто не приходит. Нет, но смотрите, давайте так, Украина самостоятельное государство, другое дело, что, на мой взгляд, за последние 10 лет наши внешние, скажем так, партнеры, они усилили свой влияние на Украину. Нет, мы за последние 6 лет потеряли признаки национальной государственности в значительной степени. Ярчайший пример, последний пример. пост, где там в Твиттере, исполняющий обязанности временно поверенной в делах Соединенных Штатов Америки в Украине, о том, что Украина ни в коем случае не будет закупать вакцину, произведенную в Российской Федерации. И только после этого заявление там министра и так далее и тому подобное. Это как маленькая капля, но в этой капле, как в любой капле, заключено все море. Все море проблемы. Никаких решений, не то что стратегических, а даже тактических решений, право выбора, вот просто людей за Украину не оставили. Ну, Николаевич, ради объективности давайте признаем, что вот такую политику себе позволяет не только западные страны, но и себе позволяла Российская Федерация. Ну, безусловно, но такой зависимости все равно не было. А знаете, почему получилась такая зависимость? Потому что до этого Укрина как бы балансировала туда-сюда, но в результате политики Януковича, который не удержал ситуацию, сбежал, и только потому, что он сбежал, Россия пошла на аннексию Крыма. Ну, согласитесь, что если бы Янукович не сбежал, остался в Киеве, Крым бы не был аннексиером. У меня есть немножко другое объяснение этой ситуации. У меня есть объяснение такое, что в результате неких договоренностей между Соединенными Штатами Америки и Россией, которые потом, я так понимаю, что Соединенные Штаты не совсем сдержали свое слово, вот, дабы некие люди пришли к власти, то как оплата за это... Ну, смотрите, Николай Дмитриевич, это вот некая конспирология, скажем так. Это ваша версия, это конспирология. Но давайте вот говорить исходя из фактов. На мой взгляд, да, вот если бы Янукович не сбежал, остался бы в Киеве, да, если бы он не дрогнул, Россия бы не пошла на аннексию Крыма. Вот на такую брутальную аннексию Крыма. Потому что тогда у России появился повод, мнимый, но она им воспользовалась. Ну, безусловно. Мнимый, не мнимый, но это повод, да. Хорошо. С нашей точки зрения мнимый, с их точки зрения реальный. Хорошо. Создали они его искусственно или это был естественный повод. Да, но вы понимаете, что в долгосрочной перспективе Россия проиграла. Почему? Потому что она потеряла Украину. И дальше самое главное, что партия регионов, которая была, фактически, она сейчас не может прийти в Украину к власти, ее реинкарнация. Не может, наверное, и не надо. Должно возникнуть что-то новое, что-то другое. Но говорить о долгосрочной перспективе на сегодняшний день, то, как меняется на сегодняшний день весь мир, я бы не говорил о долгосрочной перспективе. Согласен. Даже там, скажем, ОЕС. Согласен. С моей точки зрения, я не знаю, доживу ли я, но вы так точно, до того момента, когда ЕС не будет. То, что весь мир движется к архаике, весь мир движется к тому, что опять планета будет разделена на сферы влияния. Это же постоянный процесс, Николай Ильич. Вы же согласитесь, что в 19 веке был такой парад национальных государств. Государства объединялись, Германия, Италия. Потом, после Первой мировой войны, все началось. Драбление, потом снова интенция к объединению. То есть это все синусоидами двигается. Ну, тем не менее, синусоидами. Но вот мы сейчас с вами переживаем вот этот вот этап. Ну, действительно, архаики. Я не мог себе представить, не то, что там 10 лет назад, 2 года назад не мог себе представить, что основой для решения, причем очень серьезного, решения пусть национального государства, но которое имеет значение межнациональное, будет некая бумага 15 века. Ну, я имею в виду завещание одного из султанов, по которому Айс София стала опять мечетью. Понимаете? Да, я понимаю, о чем вы говорите. А теперь вы же слышали последнее заявление пресс-службы Эрдогана, что Эрдоган не считает Крым российским, но не считает его и украинским. Потому что считает, что по договору 1873 года Крым незаконно передан России. Не, я понимаю, о чем вы говорите. Смотрите, я, более того, я вижу, как, например, западные страны пасуют перед Турцией и пасуют перед Эрдоганом. Это правда. Не пасуют, они его используют на сегодняшний день. Но Эрдоган, как вам, империи, по большому счету, империи никуда не делись. Вот они ментально все равно присутствуют в тех нациях, которые образовывались в этих империях. И на сегодняшний день вот эти центробежные силы, вот это вот разрушение Бреттенвудской системы, экономической системы, безусловно, этот кризис, который, скорее всего, будет матерью всех кризисов, это приведет к образованию каких-то новых... Смотрите, Николай Денич, смотрите, вот мы любим с вами Украину, но мы родились в этой стране. И я переживаю из-за того, что происходит. У меня вопрос к вам как к специалисту. Вот есть ситуация, при которой реально Украина, к сожалению, очень часто прогибается под позиции наших партнеров. Как выйти из этого состояния? Как действительно стать субъектом геополитики? На самом-то деле, если говорить так обтекаемо, то я скажу банальную фразу, это политическая воля. А если говорить более конкретно, то не я, а вы первые это сегодня сказали, это, безусловно, какая-то диктатура. То есть правильно я понимаю, не диктатура, а сильно авторитарный режим? Да. То есть правильно я понимаю, что необходимо переходить к суперпрезидентской форме правления? Вполне возможно. Но вот эти выборы, результаты этих выборов показывают, что мы так далеко от этого. Просто знаете, когда говорят про создание, про переформатирование и создание полностью парламентской республики отказа от поста президента и формирование именно парламентской республики сильным премьер-министром. Я считаю, что в условиях военных действий из той же России это просто может привести к очень серьезным последствиям для нашей страны. И та ситуация, которая есть на сегодняшний день, она все равно приведет к очень серьезным последствиям. Я повторяю, что она приведет к скорее всего, она уже привела к феодализации, а скорее всего приведет еще и к феодальной раздробленности. Ну вы же понимаете, что феодализация и феодальная раздробленность возникает в том случае, если центр слаб. А он сейчас реально слаб. Вы посмотрите, когда были такие слабые губернаторы. Что из себя сейчас... Ну вы же видели социологию... Я вообще не понимаю, почему до сих пор нет института префекта. Потому что вроде мы говорим о децентрализации. Ну вы знаете, законы, еще не разработаны законы под все под это. Сколько я буду разрабатывать? Уже 4 года прошло, с момента 6 лет, с момента старта. Я не вполне уверен, что та модель децентрализации на сегодняшний день, она для нас блага. Я не вполне уверен. То есть вы думаете, что лучше иметь словно губернаторов, нежели полностью до конца завершить эту реформу децентрализации, по которой там становятся префекты с очень слабыми полномочиями? Вполне возможно. Вполне возможно, потому что я не понимаю, к чему приведут эти вот эти вот префекты. Я не понял. Ну, ярчайший пример, вы знаете, да, что в Сумской области провели самостоятельные выборы в какую-то ОТГ, которую вот по закону, по постанове, к админа ее нет. Но они сами... Это вообще беспредел. А как вам беспредел, который на сегодняшний день в затоке? Николай Владимирович, ну послушайте, когда строго-настрого запретили открывать заведение, простите, тот же мэр Черкасс, он, ну, как бы проигнорировал испоряжение, открыл все эти страны, и ничего с ним не случилось? Да, я же вам о чем говорю? А как это вот, вы говорите, это случается так, то есть бароны пойдут на центральную власть только тогда, когда чувствуют, что эта власть слаба? Нет, меня это, кстати, удивило, потому что... Миша, а не удивило, когда президент дважды давал срок губернатору поднять эту халупу до 20-го числа. И что случилось? Нет, вы понимаете, вот как бы... Даже при слабом Ющенко этот губернатор работал бы 15 минут на 21-е, только до того времени, чтобы был опубликован указ. А здесь работает. Правда, да, но меня удивило, когда мэр Черкасс вот реально пошел против постановления правительства, открыл, нарушив карантинные ограничения, и вопреки обещаниям в плане уголовного преследования и прочее, в итоге мэр Черкасс чуть ли не побеждает на выборах. Ну он побеждает, он в второй тур. Да, но в первом тур выходит, а в второй тур. Еще идет, по-моему, если я не ошибаюсь. То есть я не понимаю, почему офис президента не реагировал на такие вещи? Потому что это же создало прецедент дальнейшим нарушениям в других городах. Миша, значит у нас такой президент. Значит президент... Хорошо, Николай Денисович, тогда... У нас, Миша, мы когда-то с вами говорили, ну нет главной вещи, которая должна сформироваться для того, чтобы появилась политическая нация. У нас с вами нет элиты. Ну элита она сознательно вымывалась. Все 70 лет она сознательно вымывалась. Ну это не совсем так. У нас интеллектуальная элита, это может быть и есть. А вот политической нести ответственность. Элита это прежде всего ответственность. У нас этого нет. У нас вот хопнуть и уехать жить в Испанию... Хорошо, Николай Денисович... Мы с вами не собираемся в Испанию. Николай Денисович, хорошо. Но опять же я верю в самое лучшее побуждение президента, что он хочет лучшего для страны. Ну объективности ради вот это введено, приложение диджитализация проходит. Есть вещи, которые положительные, ну реально положительные. Но у меня вопрос к вам следующий. А не кажется ли вам, что спустя год мы пришли к тому, что все уже постепенно начинают вспоминать Гройсмана, а скоро будут вспоминать и Порошенко, как более успешного президента? Ну Порошенко может быть и нет. Порошенко может быть и нет. Но вот кстати, если мы говорим о смыслах, то единственная центральная компания, которая имела смысл, это компания европейской солидарности, потому что они свою армавир, армия мова вира топили, топили и топили. Вот вам результат. Они фактически там... Ну вы согласны с тем, что Порошенко лучше управлял, вот исходя из опыта? Ну с точки зрения управленца, с точки зрения опыта, безусловно. Другое дело, что я не воспринимал и не воспринимаю вот этот вот весь его воинственный настрой и опору исключительно. Просто каждый раз, знаете, Николай Дмитриевич, как получается, каждый раз после выборов мы посыпаем голым пеплом и начинаем вспоминать, что вот там тогда-то было лучше. Сейчас уже все считают Кучму лучшим президентом за историю нашей страны, когда 16 лет назад все, даже те же регионалы, радовались, что Кучма ушел. Вы понимаете, мы живем... Я вам скажу откровенно, я в 2001 году жил и работал в Киеве, и я участвовал в движении «Украина без Кучмы». О чем? Тогда не сожалел и считал, что это вот... Ну и теперь вы понимаете, что он был наиболее успешным президентом. Я понимаю, что и это был наиболее успешный национальный президент. И мы вот совсем недавно тоже в какой-то студии вспоминали... Я приводил пример. Слушайте, а вы помните, что тогда было с островом Тузлой? И какая была реакция? Молниеносная. Молниеносная. И как весь мир, вся Европа поддержала тогда Украину. Но... Ну и, насколько я помню, ситуацию, можно вспомнить, которая была в Крыму, когда тоже был же президент Кучма, когда попробовал этот Мышков, или как его звали, я не помню, он... А, это 94-й год? Да, это когда он проводит референдум. Да, проводит референдум. И тогда был... Пять лет отсидел Мишков. Кто Мишков. Кто был руководителем СБО, напомните, тогда... Потом он был в РНБО и баллотировался... Морчук. Морчук и Кучма, они достаточно сильно отсекли эту ситуацию. Да, да. Пять лет Мишков отсидел. Да, то есть, ну и все, и тогда же сепаратизм, он был, как бы, ну, по крайней мере, приструнен. Миш, вы понимаете, как? Мы вот видим, мы говорим только о русском сепаратизме. Ну, на самом-то деле, это что же? Это фарисейство. А почему мы не говорим о том, мы с вами ездили в ресторан? Послушайте, ну, когда раздают паспорта, и с разных сторон... Это правда, и я против этого. Болгарские паспорта, как грозные. Правильно, потому что узнал вы государственная политика. Хорошо, Николай Владимирович, вот в этой ситуации, вот мы, как бы, критикуем, мы с вами солидарны в нашей критике, но что делать в этой ситуации? Вот что делать у вас серьезным инициативным опытом и исторического образования? Что делать? Жить, работать, заниматься своей семьей, стараться выжить на сегодняшний день, потому что нас действительно ожидают годы и годы неимоверно серьезного кризиса. И не верить в сказки, что сегодня или завтра придет какой-то инвестор, потому что этих инвесторов не будет в принципе. Вот. А главное, на сегодняшний день очень быстро сориентироваться. И вот любой кризис это точка нового роста. И вот у Украины есть неимоверный шанс на сегодняшний день не заниматься вот этой вот ерундой, выполнять это, слушайте, 30-ти процентное производство национальных запчастей какой-то военной техники. Не-не, нельзя. Плюнуть на все на это. Надо искать в этом новые смыслы. Я не знаю, возможно, это китайский путь развития. Я не беру, я не силен в этом. Но украинцы даже не китайцы. Ну и что? Ну и что? Но на сегодняшний день у нас есть все основания для того, чтобы... но вы же знаете, какую профессиональную подготовку проходят лидеры Китая. Там же невозможна ситуация, как у нас в стране, когда вчера ты был, условно говоря, грантеедом, а завтра ты уже министр. Ну, если мы говорим о грантеедах, да, это... Это же разные истории. В Китае такого не бывает. Ну, послушайте, я думаю, мы этим тоже переболеем на сегодняшний день. Мы этим тоже переболеем. То есть это такой своеобразный коронавирус украинской политики, который... К нему должен возникнуть коллективный иммунитет. Кстати, а чем закончилось вот это вот время смуты в Британии после Иоанна Безземельного? Вы помните? Установлением, установлением сильного монаши власти. Сначала великой чумой. Сначала все переболели чумой и вымерла треть государства. Это так. К сожалению, это так. Вот. И... Ну, в конечном итоге, да, это все превратилось в очень сильное государство. То есть, я так понимаю, что нам следует ожидать такого-некого лорда протектора, да? Своеобразного. Ну, да. Я понял. Хорошо, а вы видите на горизонте потенциального лорда протектора? Еще нет. Но он должен вызреть? Ну, я не знаю. Понимаете, мы же не знаем с вами командиров бригад. А вполне возможно, что даже среди нынешних командиров бригад уже есть Леопольд. Да, но с другой, но смотрите, но с другой стороны мы же с вами понимаем, что вот когда мы идем, например, на установление, когда вот общество как бы консенсуально согласно с установлением сильной власти, а при этом общество жертвует демократическими свободами, да? И я вот не знаю, что ценно, да? Вот что важнее, сильная авторитарная власть либо, условно говоря, свобода, которую мы имеем, когда мы можем в эфире критиковать действующую власть, когда можно спокойно беседовать, изъясняться. То есть, понимаете, с другой стороны сильная авторитарная власть сопряжена с сильными нарушениями права и свободы. Безусловно, но тут, понимаете, тоже, опять же, надо, это для себя надо решить, что мы хотим, либо жить в постоянном хаосе, либо, либо чем-то на время пожертвовать. Хорошо, тогда вот вам могут, опять же, в порядке оппонирования привести пример Германии, да? Могут. А по своей политической сути, это скорее конфедерация. Это союз государства, где каждая земля играет роль государства. Ну, так исторически сложилось. Вы же знаете, как образовывалась Германия из самостоятельных, абсолютно самостоятельных государств, которые были государственными. И кем образовывалась? Бисмарком. До Бисмарка. Постали Апольдом. Но до Бисмарка уже был создан германский таможенный союз с 1734 года. Да, да. Кстати, напомню, что тогда Австрия и Пруссия брали за лидерство Германии. Безусловно. Пруссия победила. Да. Опять же, экономически, а потом уже военно-политически. Хорошо. Николай Денич, у нас не так много времени осталось. Вот как вы считаете, удастся ли Николаю Скорику выиграть выбору Геннадия Труханова? Не знаю. Все зависит от того, кого во втором туре поддержит значительная часть политических сил. И прежде всего, посмотрите, как оказалось, даже при низкой явке, но для меня не скажу, что совсем неожиданно, но большой результат ЕС. Вот, кого поддержат эти силы? Знаете, мне выборы, вот, если честно, вот этот выбор между Николаем Ильичем Скориком и Геннадием Трухановым, вот, кажется, в какой-то степени этот выбор, ну, что ли, неоднозначен, по крайней мере, ну, я понимаю, за кого могут проголосовать, просто в силу того, что Николай Ильич Скорик, при всем моем уважении к нему, не показывает какого-то такого интенции к такой борьбе яркой, понимаете? Вот в этом смысле, мне вообще казалось, что Татьяна... Вы тут говорите о личности. О личности, но это же важно, роль личности в истории никто не отменял. Ну, посмотрите, вот та же Татьяна Плачкова, она, ну, на мой взгляд, она, вот, даже в какой-то степени ярче, она более активная была, она критиковала действующего мэра прямо в задании Горсовета. То есть, мне кажется, что Татьяна Плачкова, она, вот как кандидат оппозиционера, она бы лучше смотрелась во втором туре. Ну, это моя позиция. Ну, например, тот же, тот же Вадим Рабинович. Ну, Вадим Рабинович, это, наверное, он все-таки потяжеловеснее, чем многие, многие наши региональные политики. Ну, мне тяжело тут сказать. Я все-таки думаю, что, ну, слишком большой разрыв. Двукратный разрыв, это слишком большой разрыв. Вы смотрите, Николай Ленидович. Не созрела масса недовольства нынешней власти. И потом, скажем так, откровенно, что, ну, что бы там ни говорили, что бы там ни инкриминировали Труханову, мы не берем там сейчас там эти все краяны, туда-сюда, это тоже, что там, ну, им есть что показать, да, на самом-то деле. Это правда, но смотрите, вы же знаете, что как бы моральный дух по отношению к физическому как три к одному. Вот ОПЗЖ сейчас на подъеме. И казалось бы, да, и учитывая как бы специфику и нашего электора, то ОПЗЖ были бы шансы, например, выиграть во втором туре. Но другое дело, что я при всем уже не клали ничего с корику, я не вижу, чтобы он активно боролся за эту победу. Может быть, что-то изменится сейчас? Может быть, знаете, как аппетит приходит во время еды? Давайте посмотрим. Может быть, что-то изменится, хотя я повторяю, с моей точки зрения просто не созрело еще время. Электорат к этому не созрел. Ну, мы же с вами смотрели социологию, в принципе, на всю Одессу есть один небольшой район, недовольный Труханов. На ваш взгляд, Николай Леонидович Скорик был бы лучшим мэром, чем Геннадий Труханов? Не знаю. Вот это судить надо по делам каждого человека. Не знаю. Вот когда будет Николай Леонидович Скорик мэром, тогда мы с вами обсудим. Хорошо, и последний вопрос. Смотрите, у нас с традиционного действия было два полюса силы. Вот это был Гурвиц Костасев, потом Гурвиц Бодолан, потом снова Гурвиц Костасев, вот так, потом Гурвиц Труханов. В общем, вот как-то вот было два полюса, к которым мы все тяготели. И вот сейчас... Да, сейчас такого яркого полюса сейчас такого нет. Так вот, что я хочу вас... Не ведет ли это к застой? Нет, нет, другой вопрос. А почему, почему, вот почему та же ОПЗЖ, условно, которая, ну, из всех, она больше всего претендует на потенциальную победу, не сконсолидировала потенциальных союзников, ну, там, уровня Кивалова, Сергея Васильевича, еще кого-то, с тем, чтобы уже к первому туру подойти монолитные команды и попробовать реально побороться за победу Натуханова? Тяжело сказать, я не внутри этих движений, ну, опять же, наверное, какие-то личные амбиции, наверное, знаешь, ну, я повторяю, вот, главное, с чем я не согласен, принципиально не согласен с этим избирательным кодексом, я абсолютно уверен, что на этом уровне выборы соседей должны проходить исключительно мажоритарные выборы и никаких политических партий. У нас когда-то так было в Одессе. Как в Соединенных Штатах Америки, где политические выборы, ну, партийные выборы начинаются там с Сената, вот, а все, что местные, мэры, мы должны выбирать людей. Да, но там другой уровень политическая правовая культура. Ну, когда-то же он был точно таким, как у нас, понимаете? Когда-то, да. Я, опять же, я придерживаюсь такого тезиса, что не бывает избирательных законов плохих или хороших. Он такой, какой он есть. Если мы сейчас с вами начнем обсуждать избирательные законы Франции, вы ужаснетесь. Это просто, ну, неимоверно. Это просто, сложно для восприятия. Да, драконовские законы. Я не об этом. Вот, если будет выше уровень жизни в стране, поверьте мне, поднимется и политическое сознание, индивидуальное политическое сознание. Поверьте мне, что у человека, который зарабатывает, там, условно говоря, имеет доход на семью, там, каких-то 500-600 долларов, купить за 200 долларов его голос будет просто экономически невыгодно. И никто не будет свой голос продавать, а главное, никто не будет его покупать. Да, но это, вы понимаете, это закрытый круг. Чтобы поднялся уровень жизни, должны быть эффективные политики власти. Но я вам скажу, оппонирую вам по поводу примера Соединенных Штатов Америки, что в Соединенных Штатов Америки вы не встретите ситуацию, при которой депутат-мажоритарщик строит детские площадки, красит заборы, устанавливает новые, там, я не знаю, окна, ставит кондиционеры и так далее. Там совершенно другой электорат. Просто может быть наш украинский электорат, наше украинское общество заслуживает тех политиков, которые мы имеем, и все. Это просто отражение общества. Совершенно, ну тут не о чем спорить, это реалия. Я повторяю, мы же когда-то с вами договорились, пока не созреет то, что называется национальная элита, ну вот мы с вами и будем болтаться в этой кастрюле от одной стороны. Ну я вам хочу сказать, что в эфире с вами всегда приятно болтаться в одном эфире, потому что вы очень грамотные интеллигенты, интеллектуальные люди. Спасибо вам большое. Спасибо вам. С нами был Николай Владимирович Пундик, экс-председатель Одесского областного света, украинский политик, известный человек в нашем городе и в нашей области. Спасибо, что были с нами на Медианформе. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok